О том, что погода в Самаре преподнесет очередной сюрприз, представители управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК узнали еще на прошлой неделе. На минувших выходных столбики термометров поднялись до отметки со знаком «плюс». Как результат, снег на крышах начал таять и падать вниз. Чтобы не допустить трагических случаев, во всех районах города расклеили объявления на подъездах, а рабочие оградили наиболее опасные участки сигнальными лентами. На еженедельном оперативном совещании в администрации Самары глава города Елена Лапушкина поручила усилить работу в этом направлении и увеличить количество бригад кровельщиков. Главы внутригородских районов должны справиться с задачей в кратчайшие сроки. 29 бригад у нас работают, там определенные более опасные кровли, они зафиксированы также с департаментом, их 29. Сегодня все кровли до обеда будут очищены, но уже приступили к работам. Мы обозначили самые опасные крыши, сейчас они огорожены. Сегодня в течение дня будем отслеживать, чтобы их почистили оперативно. Также глава Самары Елена Лапушкина обратила внимание горожан на необходимость следить за состоянием кондиционеров и балконов. Их нужно очищать от снега своевременно. Своей стороны, конечно, хочу обратиться еще раз, быть крайне внимательными и ответственными по отношению к своей собственности и посмотреть все-таки, есть ли какие-то риски для людей, которые проходят внизу под их балконами, под их кондиционерами. Сегодня в городе скатные кровли очищать от снега будут 388 человек из 121 бригады. Рабочие будут трудиться в две смены. Анатолий Головков, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События.